Привет, зритель! Сегодня пришла из Ижевска моя посылка с аккумулятором для моего нетбука, который практически ему 10 лет. Я его в мае, вот, уже, можно сказать, наверное, 10 лет, в мае 2011 года покупала, ну или 9 лет. Короче, сосчитайте, если хотите. Он у меня с осени, или даже лету, наверное, с осени прошлого года, как-то стал очень плохо держать зарядку. А потом вообще перестал заряжаться, я пришла к выводу, что, наверное, надо заказать аккумулятор. Я ещё зимой искала какие-нибудь, ну или как-то вот оригиналы очень дорого, или вообще половину цены ноутбука, или как-то доставка ещё там, к нему приходится легче купить новое. Но мне как бы новое не надо, мне туба аккумулятор надо было, вот оно пришло к посылочке. Буквально за 4 дня, если бы наша почта вчера работала, но у нашей почты по понедельникам и воскресеньям выходной, то, соответственно, я бы забрала раньше. Учитывая, что оно не работало, пришло за 4 дня. Но оно буквально уже вчера было в Угличе. Это Сыжевска. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в инфобоксе. Я лазала в итоге по просторам инета, нашла даже ещё зимой на Озоне батарею для Асус, вот как раз для моей модели, и PCPXD 1001, чего-то там. И, ну, в общем, EEEE, PS1001PXD. Вот она как раз, да. Там когда-то была семёрка старта, сейчас там уже Linuxy на стоит, Mint Mate 19. Честно, не помню, но какая-то Linuxy на стоит из серии Mate. Ну, и он на 32 бит. И, в общем, как бы лазала что-то там. Где-то очень дёшево было, где-то, ну, чуть подороже, чем дёшево. Где-то вроде как и нормально, но доставки нет в этот регион. Где-то как-то напряжно. Я что-то увидела там, значит, на одном сайте. Ну, стабильно на сайтах вылазит там такое окошечко, может вам подсказать чего. Ну, типа менеджер онлайн чаще вылазит бот, потом с вами живой человек общается, наверное. И я что-то взяла и написала. Думаю, ну, как бы на моём аккумуляторе были немножко иные цифры. И он на, где ж тут было-то, 2200 ма-час, 23ВЧ, что-то такое, не знаю. Ну, в общем, вот он такой. И тут некоторые буквки, модельки отличались от аккумулятора, чем вот которые были. Я даже не могла найти конкретно такой аккумулятор. Этот был вроде как на 4 ма-часа, потом я и на 7, и на 5 видела. Я взяла и написала человеку, что вот такой-то аккумулятор у меня подойдёт ли он, ну, аналог ли он, или вообще как бы нужен мне аккумулятор, подойдёт ли аккумулятор к моему нетбуку. Меня спросили, какой нетбук. Я, значит, сказала, сказали, что подойдёт. Посоветовали заказы, ну, там как бы служба доставки СДЭК, ещё что-то, и Почта России. Ну, я решила уточнить, что где-то написано, потому что было на сайтах, что Почта России, но внезапно не слалась. Она уточнила, что Тунак, говорю, только Почта России, можно ли, да-да, можно Почтой России, типа посылаем. Но, говорит, заказывайте не первым классом, а обычной посылкой, потому что, говорит, во-первых, переплатите, во-вторых, никто вам самолётом не пошлёт из Ижевска в мой уголь, да. Честный вообще продавец. А то я вот так думала, сколько раз я посылала первым классом куда-то или обычной посылкой. Ну, или там письмо какое-то первым классом, Почта сама говорила, ой, да, быстрее дойдёт, или обычным письмом заказным. И вот заказной обычная или обычная посылка доходила быстрее, чем первый класс. И этот самолёт, конечно же, от Углича никуда не летает, потому что у нас нет самолёта. Ну, и, соответственно, я там немножко зависла с оплатой, потому что видно было, что принимают карту МИР, у меня Сбербанковская МИР. У меня, конечно, есть виза, но на ней ничего нету, в смысле виза Киви. И, если хотите, чтобы на ней было, есть ссылка на донатик на странице канала. Короче, я спросила насчёт, как оплатить, потому что там было как бы оплатить карты Мастеркаст и виза, обычно они все вместе. А ещё было чисто через какую-то аббревиатуру, и вот мне подсказал менеджер, что аббревиатура именно то, что нужно выбрать. Ну, и я оплатила, и, мне кажется, вечером я заказывала. Да, и вот на следующий день она уже прислала намыла, что вот отправился этот электронный трек у меня у посылки появился, а через несколько часов она совсем отправилась. И она за три дня долетела до Углича. Вот такая коробочка. Сейчас её ножницами вскрою. Она была, конечно, ножичком, потому что тут скотчиком прилеплена. Я даже думала, может, на каком-нибудь Алиэкспресс заказать, но как бы всё-таки технику заказывать на Алиэкспресса-то себя не уважать. У меня родственники, конечно, покупают телефоны, знакомая покупала себе и брату телефоны, всякую технику. Но мне последний раз там вообще с какой-то мелочёвкой не повезло. А уж это как-то... Тут хотя бы, ну, можно сдать, да, если вот в России вместе покупать. Конечно, тут сдать на работу геморно, если что, но я надеюсь, что всё-таки будет всё нормально. Меня ещё немножко напрягло, что я нигде не могла найти именно белый. Или было в неналичии, или был какой-нибудь аналог, а аналог как-то вообще было непонятно покупать. Потому что там по скриптам всегда на сайтах уточнялось, уточните у менеджера вдруг на вашем, типа, аккумуляторе вдруг он не подойдёт. Думаю, блин, а здесь может он не подойдёт. А тут чёрный. Я потом уже загуглила и поняла, что как бы моя модель была белая, а ещё была чёрная. И этот тоже чёрный. В общем, тут у нас пролончиком чёрненьким проложено. Вот так вот упаковано. И внизу ещё пролончик. Я что-то так подумала, была бы я мелкая какая-нибудь. Здесь можно пупсиков разместить и поиграться. Но я уже не мелкая. Хотя у меня где-то есть пара пупсиков негр и не совсем негр. Я тут, когда разбиралась, искала материал для подруги, она тут шить вздумала. Ну, я в Инсту писала на этот счёт. То, короче говоря, обнаружила пару пупсиков. Но мне было лень разбираться с этими пупсиками. Я их обратно на антресоле закинула. Потом, может, как-нибудь открою. Даже включу камеру, может быть, даже микрофон поставлю. Я, кстати, заказала сегодня монопод и трипод как раз для своего микрофона. На Азоне. И мне вроде как обещаются даже в следующий четверг. Ну, в смысле, в этот четверг. Привезти её на базу выдачи. Третий раз за неделю буду ездить. Тут у нас наклеечка. Чёрный цвет. 11.1. 4040. Мачас. В. Н. У меня почему-то, по-моему, я не очень понимаю. Вот в этих В. А, да. Тут 23. Тут 49. Я думала, что наоборот, больше как-то. Ну, и тут ГА37720190303320. РЕП АС-1005. Короче, там был, как бы я поняла, что аккумуляторы определённые, они для разных модификаций нетбуков АСУ шли в своё время. И вот этот подойдёт не то, как и BCPXD, но ещё куча вариаций. Вот у нас тут наклеечка такая. Он, с одной стороны, такой тёмный пакетик, а с другой стороны, как бы слегка прозрачный. Тонированные стёкла такие бывают на машинах. Ну, и тут две дырочки с каждой стороны пакетика. Наверное, чтобы он дышал. Потяжелее я, наверное, потому что он этот самый. Очень надеюсь, что он подойдёт. Чуть побольше, скажем, как его там. Не, вот так-то он один в один в этом плане. Чуть побольше, наверное, потому что в нём питание. Вообще, некий рис такой есть, что вот покупаешь так. Я хотела у нас в одном магазине заказать, если они, конечно, возят эти самые батареи, но я как бы не знаю, возят ли они именно для нетбуков. Тут у нас что-то... Какого же тут сделано-то? Повреждения лишают гарантии. Ну, мне уже будет, наверное, напряжно посылать обратно. Так, 5-го, 20-го. Вот, значит, в мае 20-го года оно создано. Больше никаких бумажечек тут нету. Никаких наклеечек. Вот только тут наклеечка поверх другой наклеечки. По-моему, тут одна и та же. Да, один в один наклеечка. В чём суть, не знаю. Но вот здесь-то у меня вот очень много всего насобачено. Тут, по ходу дела, возможно, это не оригинал. Я знаю, что есть какие-то аналоги, которые фирмы, в общем, специально делающие батареи для уже снятых моделей, в том числе Asus. Ну, сделано в Китае. У меня где было сделано? И у меня было сделано в Китае. Хотя нет. Как бы батарея, фирма, сделавшая батарею, позиционируется в Китае, но было сделано в Корее. Сделано в Корее для Китая. А тут сделано в Китае. На Ингреше. Модель 1005. Сейчас попробуем вставить. Так, вспомнить бы ещё, как её вставить-то. А, у меня тут даже закрыт, по-моему. Нет, не защёлкнуто. О, дьявол. Пусть оно вставится. Да, кстати, оно мне обошлось вместе с доставкой. 1330. 240 была доставка, а остальное была оплата. Вставь меня, если сможешь. Я сейчас попробую сначала эту вставить. Я её вообще ни разу не вынимала, на самом деле. Вот один раз вынула, чтобы... А, вот она как делается. Чтобы достать и глянуть, и уточнить модель. И вот теперь... Слушайте, оно встало. Оно выглядит так, вот знаете, чёрная изолента. Когда чёрной изолентой какую-нибудь не совсем новую вещь подлатали. И она выглядит как... Как-то так же. Или как какая-нибудь машина, у которой хозяин впиявился этот автомобиль в какую-нибудь аварию, в какой-нибудь стол, в какое-нибудь дерево. И повредил какую-нибудь дверцу. И вот, допустим, красная машина, чёрная дверца. Белая машина, чёрная дверца. Вот у нас белая машина, чёрная дверца. Тут у меня уже стёрлось всё напрочь. Был ключ к этой... К винде. Теперь ключ к винде зашит в саму систему. А раньше надо было вводить. Так. Сейчас мы его включим. Но есть шанс, что батарея совсем разряженная. Ух ты. Я забыла, что она же вот так вот полностью вставляется, да? Думаю, что это тут такое-то чёрненькое теперь. А оно же... А, кстати, оно так хорошо гармонирует с монитором. Ну, вот он у нас, по ходу дела, полноценно разряжен. Я очень надеюсь, что оно всё-таки рабочее. Сейчас я воткну. У меня тут есть подлинялка. Ой. Стоять. Я, правда, его вот самой, сам-то ещё ни разу не включала, вынув аккумулятор. Сейчас он у меня загрузится. И мы узнаем, что там у нас с батареей. Всё загрузилось. И уже не красненький. Я не знаю, тут, наверное, очень мелко будет видно. Уже, в общем, не красненький крестик на этой батарее, вот с этой руки слева. А серенький. И видно, что оно как бы заряжается. Так что, вполне себе рабочий аккумулятор. Ссылку я на этот сайт оставлю в инфобоксе. Там для запчасти, именно вот сам магазин, такой узкий профиль. Но он именно ориентирован на запчасти для нетбуков, компьютеров, смартбуков, смартфонов. В общем, для всей вот такой техники. Так что, если вдруг у кого-то такая же проблема, как у меня, что надо заменить аккумулятор или что-то такое, то у вас будет выход, и вы будете знать, что действительно присылают, и оно рабочее. Потому что проверено Лёлей. Тут ещё бумажечка. И на бумажечке у нас индивидуальный предприниматель, ИНН, телефон, срок переведения, претензии 2 недели при наличии товарного чека. Это у нас товарный чек, номер такой-то от 15 мая. Покупатель Майофио и мой мобильный 1С. И у нас тут доставка почты России 240 и аккумулятор 1090 рублей. 1330. Гарантия 6 месяцев, 4400 ма час. Так, ну, тут кроме моего телефона, ничего вроде такого сверхсекретного нет, поэтому вот. У меня на коленях сидит кот. Кстати, хорошая такая бумажка, плотненькая. Хотелось сказать, у меня есть бушная бумажка, но у неё тут как бы чек. На 6 месяцев гарантия. С одной стороны, претензии можно предъявлять в течение двух недель, с другой стороны, гарантия 6 месяцев. Прям как-то слегка странно. Ну, я оставлю её, уберу. Ай, тише, больно. Опять впрыгают с меня, обязательно вцепляются когтями своими. Уберу файли, где у меня чеки всякие с техники лежат. В общем, это у нас было по скрипту. У меня ноутбук в ближайшие 20 с лишним часа. Ну, в смысле, ноутбук будет заряжаться до полной зарядки. Вот теперь всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok